Российское военное ведомство сообщило о наступлении в СУ на пяти участках фронта. Российское военное ведомство сообщило о крупномасштабном наступлении в СУ на пяти участках фронта. Утверждается, что оно началось утром 4 июня, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Телеграм. В заявлении говорится, что наступление началось на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой двух механизированных бригад, из состава стратегических резервов в СУ при поддержке других воинских частей и подразделений, при этом всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом участке фронта, заявили в российском военном ведомстве, сообщение Минобороны Украины. В Министерстве обороны Украины 4 июня сообщили, что объявления о начале контрнаступательных действий наших воинов на фронте не будет, планы любят тишину. Объявление о начале не будет, написала заместитель министра обороны Анна Маля. Минобороны Украины 4 июня обнародовала соответствующий видеоролик. По данным Института изучения войны, АСВ, вооруженные силы Украины активизировались на запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны противника. Также сообщилось, что украинские силы 4 июня провели наземные атаки на юге Донецкой области, контрнаступление в СУ. Политическое и военное командование Украины неоднократно заявляло о подготовке украинских воинов, контрнаступлению для освобождения территории от российских захватчиков. Изначально предполагалось, что контрнаступление начнется весной, и в то же время ожидалось, что активные бои будут продолжаться летом. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже готовы к контрнаступательным действиям. Однако неизвестно, когда именно они начнутся. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.